Девушки отдыхают Представляем наших гостей Владимир Селезенев Учредитель некоммерческой организации Здоровья нации 21 век Владимир, добрый день Пожалуйста, ближе к микрофону, не стесняйтесь Он нужен для того, чтобы все нас слышали Вас в том числе, да И еще один гость, Сергей Лутошкин Руководитель проектов организации Здоровья нации 21 век Добрый день Поближе настаиваю все-таки к микрофону, да Это наше основное средство производства Нас должны слышать Мы, кстати, не в первый раз уже В нашем эфире рассказываем О конкурсе, который у нас в городе Проходит в рамках подготовки 650-летию города Кирова Город добрых соседей он называется Заявки принимают Сейчас активная фаза как раз До 28 февраля проходит И вы, мы понимаем, тоже претендуете На участие в этом грантовом конкурсе Там два направления Это событийное До 350 тысяч можно получить Грантовую поддержку И благоустройство общественного пространства Максимальная сумма 650 тысяч рублей Мы, для вашего понимания В нашей студии О Ежовском озерно-родниковом комплексе В нашей студии говорили Неоднократно ранее Потому что Людей, которые уверены в том Что этот проект И эту территорию нужно развивать Очень много в нашем городе У вас как-то идеи По развитию данной местности Они стыкуются с другими Общественными активистами Да, абсолютно верно Поближе еще к микрофону Наш проект Ежовские родники Вот тот проект Который мы сейчас заявляемся На конкурс Он является частью единого целого Вот то, о чем вы сказали Значит Он включает в себя Ежовский парк Там будет Ленточный парк В том числе Пешеходно-велосипедная зона Которая будет соединять Гагаринский парк И Нижнюю набережную Посредством Вот В большом проекте Предусматриваться Строительство лестницы Соединяющей Воровского Один И береговую линию Ежовского озера Потом будет построен Там спуск большой Да, совершенно верно Вот как раз мы сейчас Над этим работаем Официально на картах Называется это место Смотровая площадка Если не ошибаюсь Да, все верно Я когда туда выхожу Никакой смотровой площадки Особо не замечаю Ну, это все в перспективе Я думаю, что вот С нашими намерениями Да, с нашей командой Это все получится обязательно Но так как Сейчас финансирование В данном случае ограничено Мы решили задать Такой некий импульс Начать со строительства Соединяющие зоны Насыпи Вот где раньше была Железная дорога Вот эта дамба Да, которая ведет На улицу Присонская С родниками Там уже сейчас Построен такой Деревянный мостик Очень красивый Такой прямо Ну, креативный Его построил Илья Макаров Это тоже Наш товарищ Соратник, можно сказать Это была личная инициатива Его, да? Это его личная инициатива Это он просто Ну, уникальный человек Который вот Смог это воплотить Ну, так как Мы понимаем Что деревянные Изделия Тем более По которым ходят Они недолговечные У нас вот родилась идея Все-таки Построить Вот этот трап С мостиком Соединяющий дамбу С родниками Но То изделие То есть капитальный трап Капитальный трап Не деревянный Да, металлический Мы сейчас Разработали Сметную документацию Сделали Такой эскизный проект Визуализацию Да Что мы Позиционируем В нашей презентации Вот Старый мостик Мы обязательно Сохраним Потому что Он настолько уникален Это вот Ну, как картина маслом Вот И вы правильно заметили Да Мы работаем В составе Огромной Нашей команды Огромной семьи Это и Ксения Логинова Это и Светлана Кекина Это Александр Ливанов Это и многие-многие Другие ребята Которые Ну, я бы не сказал Что здесь кто-то В передовиках Мы все вместе У нас Такая Такая команда Мировоззренческая И вообще Которые уверены в том Что действительно Этот природный объект Он достоин того Чтобы Выглядеть намного лучше Да Вы знаете Вот Мало кто знает В городе Что у нас В центре В старой части города Существует Вот такой Такая жемчужина Природная Потому что Здесь Много Деревьев Здесь много Каких-то там Растений Уникальных Здесь Много Здесь озеро Ручьи Вот эти родники И Если взять Историческую справку Мало кто знает Что Истоки Нашего Города Вятки Начинались Именно отсюда Потому что Первая водокачка Она находилась Как раз на склоне Горы Кикиморская В этом месте Еще когда не было Электричества Водовозы Возили на Лошадях На повозках Воду И развозили По домам Города Как раз Воровского 1 Улица Кикиморская А сейчас она называется Улица водопроводная Именно в честь того Что первый водопровод Был именно здесь А к нам Вода Как символ жизни Абсолютно Отсюда Все начинается От родника От родника Потому что Само слово Изучая Наш русский язык Род Родина Родные Родник Все идет оттуда И поэтому Это должно быть Местным притяжением Вот И для этого Для этого мы решили Вот Создать Реализовать Вот этот проект А вообще В принципе Эта территория Туда Раньше-то касались Руки-то человеческие В плане благоустройства Что-то делалось Не знаю Если вспоминать То же самое Советское время Хоть когда-то Да Хоть когда-то Ну Вы знаете Когда вот Была водокачка Я не знаю До которого времени Я точно не знаю Там Когда ее закрыли Там Восьмидесятые годы Или чисто в практическом смысле Ее использовали Да Ее использовали Качали воду Когда население Нашего города Было небольшим Потребности покрывались Этой водокачкой Потом Город стал разрастаться И соответственно Не хватило Вот этой воды Этих родников И там Перенесли водозабор Уже в другое место Но Вот это Место Да Оно Является Уникальным Еще И с точки зрения Ну Уникальность В чем заключается В том Что Я уже Говорил Это Город Это природа Природный Такой комплекс Который находится В центре Старой Вятки С точки зрения Места притяжения Наших Костей И Жителей Нашего города Да То есть Здесь место Для проведения Каких-то Таких Мероприятий Экскурсий С детьми Со взрослой Взрослой Немногие знают Где Что находится У нас И Так же Если мы Это все Благоустроим Я считаю Что это будет Мощнейшим местом Притяжения Для туристов Это такая Туристическая Тропа Будет Которая Будет Соединять Гагаринский Парк И Нижнюю Набережную Если мы Это все Реализуем Ну вот Смотрите Сам проект Я бы даже Добавил Что у нас В рамках проекта Мы уже договорились С Кировским Зоологическим Музеем И Оказывается Что они Организовывали Экскурсии Экологические В том направлении В направлении Нижевского Озера Да И они готовы Также включить Вот этот объект В свои мероприятия В рамках своей деятельности И также Центр детского И юношеского туризма Да Он тоже Нас поддержал В этом проекте И Также они Готовы В свои маршруты Туристические Включить Данный объект Ну то есть Это то самое место Где вот Прекрасным образом Можно лицезреть Эту живую природу Все верно И не надо За 20-30 километров Куда-то ездить От города Вот он прямо здесь Это получается Такой Исторический Экологический Маршрут Который В принципе Может там Начинаться Например Где-то В районе Филармонии Да Потом идти К Трифоновому Мостырю И туда вот Ниже К Кижовскому Озеру Вот И заканчиваться Там у Старого Моста Примерно Да То есть Если все это Будет закольцовано Как вот В большом проекте У нас Значит Запланировано Было Да Вот То это Будет такой Пешеходно Туристический Экологический Маршрут Где вот Люди Могут Не Не Уезжая Да Вот Из города Не выезжая Там Ну Не тратя какое-то Время сюда Вот они могут Прямо спуститься вниз И Насладиться природой Вот Здесь же отдохнуть Посмотреть эти родники Вот И Ну Просто как бы Хорошо провести время Ну Вот смотрите Да То есть То что Сейчас Описываем Это Достаточно Обширный Проект То есть Это то Что Вот уже Где-то В обозримом В обозримом Будущем Хотелось бы Видеть Да Поближе Поближе Если мы Говорим Конкретно О конкурсе Который К 650-летию Кирова То есть Вот эта Часть Проекта Она Подразумевает Какой участок Да И на каком Участке Какие именно Работы Хотите провести Ну Я вот смотрю Вот у вас Сергей Там какие-то материалы У нас презентация Есть Да У нас На нашей Страничке Вконтакте Можно набрать Здоровье нации 21 И попадете На нашу страничку Вконтакте Там Как раз Выложен Вот этот Весь проект Презентация Наша Визуализация Вот этого проекта То есть Как это примерно Будет выглядеть И также Там у нас Сделан опрос Жителей То есть Можно проголосовать За Или против Нашего проекта Вот как раз Мы сейчас будем Да с Дарьей заходить Да Вот И Вот В рамках проекта Ежовские родники Как раз Планируется Несколько мероприятий То есть Это Во-первых Очистка Береговой линии Ежовского озера То есть Это очистка Всей береговой линии Ну Я думаю Что Оно Видите Оно длинное Да Вот То есть Вся Всей Вся береговая линия То есть Нам конечно Не объявит Это масштабная территория Это масштабная территория То есть Тут конечно Нам в рамках этого проекта Никак это не сделать Да Но хотя бы Вот Какой-то клочок Который Где Планируется Вот Ну то есть Начало как раз Озера Вот Практически Под Телебашней Если вот так Территориально Да Смотреть От Кикиморской горы До Телебашни Примерно Вот этот Вот этот участок Да Мы планируем Очистить То есть Провести субботник У нас также На нашей страничке Есть регистрационная анкета Да То есть Любой желающий Может Заполнить ее И Значит Поучаствовать В нашем проекте Вот Каким образом Можно поучаствовать Поучаствовать Можно любым образом Можно Когда будет субботник Да Можно прийти Просто Руками Поучаствовать Своим Трудом Своим ресурсом Своим трудом Можно финансово Поучаствовать Можно материально Поучаствовать То есть Это уже Будем обсуждать В процессе В процессе Как бы Реализации проекта Вот Это видимо Активные работы Уже начнутся После того Как снег сойдет Ну да То есть Где-то апрель месяц Как снег сойдет И Пока еще Не выросла Кустарник Там растительность Трава Да Вот высокая То есть Где-то вот Апрель-май месяц А весной Кстати Как эта территория Выглядит Это же все-таки Низина А насколько Там много воды Можно ли там Вообще К активной Этой фазе Приступать Работу В конце апреля Уже вода спадает Там перепад Между озером И рекой Вяткой Ну достаточно большой Где-то порядка Там 5 метров По геодезии То есть Это защищает От затопления Воды Я думаю Что вот уже В конце апреля Там вода Она уже К минимуму Навешиваться Ну покуда Мы там находимся Буквально там В 300 метрах От этого жесткого озера Наше предприятие И мы постоянно Там уже на протяжении Многих лет Проводим мероприятия Почистки Вот и прошлый год Также принимали участие В субботнике Как говорится Плечом к плечу Все от мала до велика Очищали это озеро Береговую линию Помогли нам Администрация города Там с контейнерами Причем они сами Активно участвовали В этом плечом к плечу Там с главой города Куда собственно Можно было мусор То убрать Совершенно верно То есть идет Хорошая поддержка Со всех И Минэкология Тоже нас поддерживает А вот я хотел как раз Спросить Про взаимодействие С экологическим ведомством С природоохранным ведомством Вы условно Ведь согласовываете Совершенно верно Потому что Трудящиеся Минэкологии Они сами Участвуют В этом деле То есть руками Не просто Ну что-то там Как-то руководят Говорят Да Они вместе с нами Идут Берут Мусор Складывают Вот Также и Кроме администрации Много других Предприятий Мы привлекаем Ну я не буду сейчас Рекламировать какие Да Но Идет активное участие То есть это место Оно будет являться Наверное Ну таким центром Притяжения города А вот вообще Да Размышляя о будущем Этой территории Рождая Генерируя Да Конкретные образы Конкретные объекты Вы где Вообще Вдохновение Это черпаете Вы где-то Это подсмотрели Или все у вас Так вот Абсолютно Произвольно Берется В совместном Обсуждении В том числе Ну вы знаете Нечто в похожем Виде уже в России Есть что-то Такое подобное Или это наш Абсолютно уникальный Проект Это уникальный проект Вы знаете Вот нам Посчастливилось Общаться С людьми Из центра Зеппа Хельцера Мы приглашали Два года назад Ну если кто не слышал Ну поясните пожалуйста Да Зепп Хельцер Это Такой Природосообразный Специалист Который может В любой точке Земного шара Сделать в пустыне Оазис Да допустим Или там в болото Сделать сухим То есть Человек Который С природой Очень тесно связан И вот Наша Организация Да Вот Здоровье нас 21 век Мы очень Ну так скажем С ним Сошлись Подружились В этом мировоззрении Да Подружились И они совершенно бесплатно Нам Сделали Такое Такую визуализацию Да Помогли нам Ну Объяснили Как нужно Родники Сводить В ручейки Да Там Ну такие технические моменты И Они еще раз Подтвердили Наши намерения Да Сказав Что вы знаете У вас в центре города Просто жемчужина Подобного Мы нигде Ни в каком городе Не видели Я прошу прощения Перебью это сразу Вот Если немного О самом озере поговорить Да Насколько Оно вообще большое То есть требуется Там какое-то Углубление Чисто дна Да Очень хороший вопрос Очень хороший Вы знаете Вот если посмотреть Фотографии Лобовикова Еще 19 века Да На этом месте Было Русло реки Вятки И Была река Засора Которая С устью Была у Трифонового Монастыря В 20 веке В начале 20 века Там сделали Вот эту насыпь Железную дорогу Которая вела К пристани Там Вот этот Пароходовладелец Былычев Был Тихон Филиппович Да И Вот это озеро Оно как-то само собой Образовалось И потом К удивлению Да Что вода Она стала пополняться И потом поняли Что здесь бьют Родники Эти Родники Там Ну Дебят воды Колоссальной Потому что Вытекает Практически из него Такая Речушка Соизмеримая С флыновкой И буквально Рядышком Они сливаются Поэтому Вот это озеро Оно Ну такое Стало как бы рукодельным И в то же время Природосообразным Потому что Родники Они порождают Это озеро На данный момент Оно Засорено То есть На протяжении Наверное Последних Там 30-40 лет Не проводились Никакие Работы По аэрации По очищению Этого озера Прошлый год Мы взяли Лодку С товарищами Проехали Вы знаете Там Заиливание дна Больше метра Вот Если его То есть прямо Вы опускали Да Мы брали с собой Зон Прощупали Вот этот Весь рельеф Вот И Его нужно Конечно очищать Но вот эта вот Работа с водоемом Она скорее всего Будет наверное Одной из самых Дорогостоящих Она интересная Вы знаете Все что связано С водой Это Настолько Завораживающий Труд Да Который Ну Требует Ну наверное Да затрат Но в то же время Он Как бы Дает Возможности К творчеству Просто я Почему спрашиваю Мы очень много Говорили О Вятке О том Что нужно Расчистить дно Нужно сделать ее Судоходной И Каждый новый человек Который приезжает Киров Он говорит Так подождите А почему тут у вас река И она не судоходная Давайте ее чистить А потом когда Доходит Видимо До каких-то Более Мене Финансов Это все ресурсы Это Людские ресурсы Это Конечно Да Финансы И главное Желание Намерение Понимаете Это очень Очень важно Но с желанием У вас проблем нет Сейчас Вот сейчас Как раз появился Тот момент Появился Когда мы Можем Реализовать Мы можем Реализовать Вот эту Маленькую Частичку Большого проекта И чтобы люди Увидели Что уже есть Начало Вот этот Импульс задан Большому проекту И тогда Тогда Будет продолжение Я уверен На 100% Пусть Ну Я даже Ну не хочу сказать Что мы там Проиграем в этом конкурсе Или нет Да Но работа Но это же не единственный инструмент Конечно Она Работа велась Ведется и будет вестись Потому что Это наш город Это наша природа Это Вот то место Да То место притяжения Куда хочется идти постоянно И что-то творить Как рядовые кировчане Относятся Наверное Болезненный Отчасти вопрос К этой территории Вы говорили про мусор Про то что нужно чистить Это все Но ведь как Мы понимаем же Что мусор Без людей не берется Да Это же люди оставляют Как Относятся Вы знаете Что вы видите Своими глазами Вот сейчас Зимой Да Ситуация плачевная Но наша цель И вообще Как бы Наши принципы Да Не Ну как-то вот Не ругать Не Не объяснять людям Да Показывать своим примером Здесь Должен быть Такой импульс Возрождения Чтобы Люди Те которые Мусорят Да Они смотрели На тех Волонтеров На тех людей Да Которые очищают Да И потом у них в голове Произошло Вот это Изменение Их мировоззрения Потому что Сейчас Совестно становилось В конце концов Как это Потому что Сейчас видите Идет такое Форматирование В головах людей Да Сейчас началось Время Возрождения Уже Мы То время Которое было Время разрушения Оно закончилось Идет время Возрождения И мы должны Это понимать И Не нужно людей Воспитывать Нужно просто Соответствовать Тому Кем мы являемся По вашим оценкам Не знаю Скромным оценкам Сколько времени Должно пройти Чтобы В реальности Эта территория Выглядела Вот так Как у вас В концепции Зафиксировано Что для этого Потребуется Обозримое ли это Будущее Или все-таки Такая Есть какие-то Возможные Финансовые Регитики Во сколько Ресурсы Ресурсы у нас есть Основные ресурсы Это наши руки И наши головы Это тот интеллектуальный потенциал Который у нас есть Сергей Он экономист Он бухгалтер Я инженер То есть наша задача Структурировать В последнее время На протяжении пяти лет Много говорится об этом Но когда начинаешь Раскладывать все По полочкам Структура Она становится ясной Четкой И мы сейчас Четко понимаем Во что мы ввязались И какие мы имеем цели И решения Для достижения Данных целей Мы знаем Как делать В советское время Был хороший опыт Так называемые Народные стройки Благоустройство Многих наших парков Скверов Когда просто-напросто Ведущие предприятия Городские Они вот кто чем Кто рабочей силой Кто материалами Кто техникой Помогали Сейчас такой вариант Возможен Более активного привлечения Это должен быть Такой социальный Народный проект Который нужен Для себя Для нас Для людей Живущих Здесь В нашем городе Те кто Еще присматриваются Я думаю Что они будут Тоже с нами Наш девиз Все наши Должны быть вместе Ну вам тогда Нужно активнее Заниматься информационным Продвижением В том числе Здесь должно быть Своей деятельности Здесь очень важна Консолидация Понимаете Нас Живых Должны быть больше Вот Если нас будет больше Мы станем сильнее Живых душой В первую очередь Да По мировоззрению Неравнодушных Конечно Конечно Неравнодушных И тогда мы Реализуем Но сам процесс Сам процесс Он является Уже приключением То есть мы Сейчас Вступаем В некое приключение То есть данная история Она настолько интересна И Если это все Быстро-быстро сделать То есть Там Пусть это будут Какие-то Колоссальные вливания Да Кто-то там Приедет Из Москвы Это все сделает Да И потом Народ это получит Да Ну и он Просто не оценит Понимаете Поэтому этот процесс Он творческий Который закручивает Массы народа Вовлекает Вовлекает Это интересно Это проявляет Интерес Я думаю Мы наверное Сейчас На небольшую Небольшая рекламная пауза У нас сейчас Да Должна быть Да Смотрю на время К середине часа Мы тем самым Подобрались Я напоминаю Что у нас в гостях Владимир Селезенев Учредитель некоммерческой организации Здоровья нации 21 век И Сергей Лутошкин Руководитель проекта Руководитель проекта В данной организации О других направлениях Да Работы Организации Мы поговорим уже после перерыва Так что не переключайтесь Параллельно мы тут ищем Да Страницы ВКонтакте Наших гостей Нет Это очень важное направление Ну должны знать люди О ваших мыслях О ваших стремлениях Да Мне хотелось бы еще Вовлечение было Более масштабным Вернуться к тому проекту Который планируется В рамках вот этого года Да То есть Берег Берег Часть береговой линии Предстоит расчистить Да Очистка части береговой линии Еще какие-то работы Вот в этом году Будут проведены Конечно То есть после субботника Да Мы планируем Вырубку дикорос Дикорастущих Кустарников Ну кустарники Кустарников травы Да Как это обычно бывает Затем вот в рамках проекта У нас запланировано Сооружение Тропы моста Которое как раз соединит Вот дамбу Имеющуюся С родниками Чтобы можно было Обеспечить доступ К родникам Всем желающим И также Это же еще безопасно должно быть Да Конечно В обязательном порядке То есть там будет Переплаты Железная стальная конструкция На сваях Вот То есть Такое Массивное Монументальное сооружение Вот Дальше На входе Значит Мы установим Арт-объект В виде Арки С С названием Проекта Ну Ежовские родники И также там Будет написано 650 лет Вятка Да И Планируется еще Установка Исторического стенда Который как раз Расскажет Об истории Данного места Что здесь В 1900 году Был Открыт первый На вятке Водопровод Вот То есть вот это Вот такие мероприятия Запланированы Какая-то оценка Зеленых насаждений Да То есть Вы что-то там Планируете убрать Как это будет убираться В хаотичном Каком-то порядке Потому что Мы знаем Есть у нас Много проектов Когда потом люди приходят И выражают недовольство Потому что там Спилили какое-то Какое-то дерево Которое тут много лет стояло Ну вы знаете Вот На месте вот этого объекта Там нет таких Ценных деревьев Там в основном Такие Некорастущие поросли Да И Будет Вырубаться Такая просека Совершенно небольшая Да То есть Именно для того Чтобы нам Сделать вот эту Пешеходно-велосипедную тропу Какое-то дополнительное Озеленение планируется Или вот Силами тех Устарников Которые есть Да Как я уже говорил Вот С нами Александр Ливанов Светлана Кекина Да Которые Занимаются Вот этим Природособразным дизайном Это специалисты В своем деле И они в нашей команде Я Так вот Рад Да Что У нас подбираются люди Которые Дополняют друг друга Вот В то же время Здесь Ну так Скажем Идут активности Одновременно И в других зонах Да В рамках вот этого Общего проекта Вот Я еще вот хотел сказать Ну рассказать немножко Про нашу организацию Да Если можно Здоровье нации Если перед этим Позвольте Небольшое уточнение Простой вопрос Рыба то в озере есть Да Вот я вам скажу Я вам Сейчас мужскую тему Да Если мы почистим Я вам расскажу Да Сергей Я занимаюсь Подводной охотой Может быть И это тоже сообщество Подводным охотникам Кировской области Большой привет Да Кстати Вот И где-то буквально Может быть Лет 7-8 назад Мы Я лично В марте месяце Погружались Да Погружался То есть Не буду говорить Что охотился Да Просто с камерой Мы Залазили в это озеро И я видел Вот Всю Так скажем Фауну Да Этого озера Подводный мир Да Подводный мир Под водой Да Вот То есть Изнутри Так скажем Что творится А какая там глубина Кстати вообще Ну там глубина Небольшая То есть Примерно Где-то до Полутора метров Примерно так Да Средняя Так скажу Что примерно метр Вот То есть там Из рыбы Там Нас браконьеры Не слушают Ну Давайте не будем Конкретные породы Называть и размеры Из рыбы там Карась Щука есть То есть Все в принципе Все те рыбы Которые у нас Обитают В нашей Кировской области Для поймы Верки вполне себе Характерно Там и рыбаки Рыбачатся Здесь зимой Тоже Вот И я видел Эти родники Которые бьют Как раз Не только Вот Со склона Да То есть А как раз Под водой Родники тоже Тоже есть Вот Донные Донные родники То есть там Очень Исходя из этого Очень прозрачная вода Вот Она и зимой Прозрачная И летом Прозрачная То есть Это такой Как бы Ну уникальная В принципе Уникальный Объект Природный Ну вот я К чему Раз рыбы есть Может быть И к рыболовному Сообществу Обращаться Да Если хотите В цивилизованных Условиях Там время проводить Рыбачить Приложите Свои усилия Тоже Пожалуйста Там Нужно вообще Развивать Разные активности Да В том числе И водные Я думаю Что потом В перспективе Там Мне видится Можно устраивать Соревнования На каное Даже так Конечно Там можно Спортивную рыбалку Устраивать Почему бы Нет Там можно Тренировать Людей Вот Подводному плаванию Если мы Очистим Дно От ила От иловых Отложений Да Чистейшая вода Там Прозрачность Очень большая Этого озера Этой воды Вот Кроме того Я хочу добавить Что В верховьях Этого озера Ну Сама озера Оно Километр Так вот Где-то на полкилометре Вода Совершенно не замерзает Ни летом Ни зимой Даже в морозы Там утки Кряквы Они там Живут И кормятся Причем там Вот этой Рязки Да сейчас Ее хватает Вот И поэтому В общем Абсолютно такой Живой Насыщенный Жизнью Да Уголок Который Необходимо Прилагать Все это мы имеем В центре нашего города У нас Чуть менее Десяти минут Есть Давайте мы Договаривались Поговорить О других направлениях Деятельности Организации Здоровья нации 21 век Сколько вы уже существуете Из чего все начиналось С какой идеи С каких идей Все начиналось С проекта Цент кинезитерапии Этот проект Был организован В 2010 году Вот нам уже 14 лет И Сама цель Была Да То есть Здоровье Оно может быть Не только физическим Да Но и психоэмоциональным И поэтому Здоровье нашей нации Да Оно как раз В этом и заключается То есть Экология Слова Экология мысли То есть Здесь все взаимосвязано Вот три направления Основные Это здоровье человека Это природа охрана И это образование Вот в данный момент Мы сейчас Вот все эти три направления Очень плотно развиваем Которые являются Частями единого целого Неотъемлемыми Ну вот Сергей Мы представили Как руководителя проектов Вот конкретные проекты Поделитесь пожалуйста С нами Что существует На данный момент Мы вот Реализуем Два проекта Первый проект Называется Три ключа к здоровью Он Включает в себя Ну нацелен На укрепление Здоровья Работников Педагогических То есть Педагогов наших У нас 2023 год Объявлен Годом Педагога и наставника Да Поэтому мы вот такой проект Решили реализовать И При поддержке фонда Президентских грантов Как раз Он у нас вот уже Запустился С Начала прошлой недели Занятия с педагогами Начались В чем суть В чем суть То есть У нас Значит мы отобрали 30 30 педагогов Вот которые Ну тактивно Хотели бы Укрепить Укрепить свое здоровье Да И овладеть здоровье Разберегающими практиками И В течение Двух с половиной месяцев Они будут проходить У нас Занятия Занятия какие Это будет Йога Суставная гимнастика Дыхательные практики Техники Самомассажа Аквагимнастика На базе Пед Неправильно сказал Да ничего Ни че Государственного Университета Мы и выпускники Это учебное заведение Так что мы все понимаем Запланированы Также Тренинги Эмоционального выгорания Педагогов И Также еще Значит Мероприятия По здоровому питанию Вот То есть Вот это вот Три ключа Так скажем Это физическое здоровье Это психологическое здоровье И здоровое питание Да Как вы отбирали Эти три десятка педагогов Это же Это капля Маленькая всего лишь У нас на самом деле Зарегистрировалось На проект Больше 150 человек Да Вот Но Получается Каждый пятый Только попал Да Ну видите В рамках проекта Мы Как бы Имели возможность Только 30 человек Объять Так скажем Да Вот Ну На самом деле У нас Больше даже Ходит Человек Уже Как бы Наше Софинансирование Так скажем Вот И Вот Очень большой Интерес У педагогов Вот К этому Проекту То есть С большим С большим удовольствием Ходят А что А что Будет являться Результатом Этого проекта Это моральный Физический Крепкий Педагог Ну Результатом Будет Я еще раз говорю Что они Во-первых Укрепят свое здоровье Вот Что они В обычных условиях Сейчас вот Как бы Ну Сделать И И Времени Нет И Финансово Тоже Они Не могут Себе Такого Позволить И Также Они Овладеют Практиками Здоровья Сберегающими То есть Они Смогут В дальнейшем Как бы Те Знания И навыки Которые они Получат На нашем Проекте Они Смогут Применять Уже Самостоятельно Да Вот В общем Очень бы Хотелось Чтобы строка В бюджете В городском Соответствующем Появилась Да А лучше А лучше В областном Ты знаешь Например Что в Нидерландах Например При угрозе Бернаута Дают Оплачиваемый Отпуск То есть Ты можешь Совершенно Официально То есть Если у тебя Клинически Подтверждено Твое эмоциональное Выгорание Уйти с работы В оплачиваемый Отпуск И Предприятия Заинтересованы В том Чтобы сохранить В дальнейшем Эмоциональное Здоровье Сотрудника Поэтому Люди Идут на это Сергей Еще расскажи О нашем Проекте Зарядка Проект у нас Который Как раз С 1 марта Начинается Называется Семейная Подзарядка Вот сейчас Пока Организационный Этап идет Он Подразумевает Значит Проведение Массовых Физикультурно Оздоровительных Зарядок С Всеми желающими Жителями города Кирова В общественных местах Города То есть В парках Сверах На площадке Города Кирова А ну это Что-то такое Что у нас Уже не первый год Практикуется Там утренние зарядки В таком плане То есть у нас Центр кинезотерапии Как раз И наша организация Здоровья Нас 21 века В течение 7 лет Да На протяжении Гагаринского парка Мы совершенно бесплатно Проводили эти зарядки То есть это Как бы Немножко продолжение Такого Скопина Елена Алексеевна Более масштабное Продолжение Вот этого проекта То есть 1 марта Мы начнем И до В течение полугода Будем проводить Давайте четко Обозначим время Место Куда могут желающие Приходить А вот сейчас На данный момент Мы как раз Я еще раз говорю Что у нас Пока организационный Этап идет То есть мы Отбираем Так скажем Места Вот Где мы будем Составляете перечень Площадок Да Вся информация Она будет выложена У нас В страничке На страничке На сайте На нашем То есть Там можно будет Ознакомиться Вот Мы как-то все Сейчас я поймал себя На мысли Мы как-то все Говорим сейчас О людях взрослых В первую очередь А на детишек У вас есть Что-то такое Направление Просто Так вот как раз Это Проект Семейная подзарядка Они зарядки Они могут быть От нуля До там Ста лет Грунг Просто Когда мы речь Заводим о зарядках На свежем воздухе Сразу перед глазами Картина возникает Что там Бабушки приходят Ну и так же еще Кстати в рамках В рамках этого проекта Еще у нас запланировано Шесть Шесть образовательных Значит Встреч Семинаров По здоровью С берегающим технологиям То есть раз в месяц Мы будем на базе Нашего центра Проводить Со всеми желающими Бесплатные Семинары По здоровью С берегающим Технологиям Я бы еще сказал Что вот Уже Два таких Семинара Мы проводили Буквально Вот в январе К нам приезжал Очень интересный Человек Алексей Анатольевич Северяков Из города Гатчина Ленинградской Области Он Значит Рассказывал Про здоровье Сберегающие технологии Профессора Базарного И применение Их в школах И детских садах По всей Нашей стране Вот Было у нас там Больше 30 Участников И второй Второе мероприятие Мы проводили Он же Он же рассказывал Это было в феврале месяце В начале февраля На базе Вятского Государственного Агротехнологического Университета Тоже Такая лекция Была для Всех желающих Там и преподавателей Университета Участвовали И студенты Вот И педагоги С разных школ В том числе И Значит Школ области То есть Ни города Кирова Ну что Благодарим вас За визит Сегодня в нашу студию Подробно я думаю Поговорили Еще раз напомним Что всем кто Заинтересовался Этой информацией Кто хотел бы Поучаствовать В судьбе Ежовского Озерно-Родникового Комплекса Пожалуйста Ищите информацию О наших гостях В группе ВКонтакте Соответствующей Здоровье нации 21 Спасибо Мы Сейчас будем Переходить на другую Тему У вас есть сейчас Возможность Тихонечко Уйти Покинуть Пределы нашей студии Мы с Дарьей будем Продолжать Потому что у нас Еще одна тема Есть для обсуждения Для более Подробного Для более подробной Подробного Выяснения информации Накануне Появилась новость О том что В деревне Суворово Слободского района Сложилась Такая невеселая ситуация С Доставкой Не знаю Не с доставкой С возможностью добраться До школы Детских садов Областного центра Сейчас будем Пытаться подключать К нашему эфиру Председателя Ассоциации Защиты прав Многодетных семей Кировской области И сопредседателя Регионального штаба Общероссийского народного фронта Это Алена Чеснокова Социальные темы Традиционно Алена у нас Периодически комментирует Вот это одна из таких ситуаций Вот ты правильно Заметил Что одна из таких ситуаций И Конкретно о том Чтобы добраться До Какого-то образовательного учреждения Она ведь Не впервые возникает То есть Деревня Суворово В этом плане Не какая-то Уникальная Алена Чеснокова Подсказывает нам С нами уже на связи Председатель Ассоциации защиты прав Многодетных семей Кировской области И сопредседатель Регионального штаба УНФ Алена, добрый день Добрый день Да, Алена, приветствуем Вас в прямом эфире Да, расскажите Пожалуйста Поподробнее Что за ситуация В Суворовых сложилась И сложилась ли она Или она в принципе Существовала всегда Ну я думаю Что она Образовалась Не прямо сейчас Она Длится достаточно Долгое время С того момента Как люди Начали там застраиваться То есть Люди покупают землю Строят себе Дома Вот после разговора Уже с местными жителями Выяснилось Что Очень многие Не выдержав Вот такого ритма Когда Ты не можешь Грубо говоря Отвечать за жизнь Своих детей Они вынуждены были Продавать эти Дома Участки Уезжать все-таки В Киров Давайте Давайте уточним Со стороны Вот это Ваши слова О том Что люди там Строят дома Это не коттеджи То есть Люди в том числе Многодетные 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 Это многодетные Семьи Это пожилые люди То есть Там нет дворцов Там Ну обычные Дома Пригодные для проживания Там в том числе И в зимнее время То есть Обычные дома Никаких там таких Прямо Сверхъестественных Это не рублевка Так скажем То есть И естественно Этот населенный пункт Он вполне себе В плане наличия детей Он живой такой Да Активный Он да Он жизнеспособный Он разрастается При том что Изначально там был Ну так скажем Кусочек Где люди жили То есть сейчас Это разрастается На На такое На протяженное Такое расстояние И Вдоль дороги Получается С двух сторон Такими Ну кусками Как бы застройки Проходит Поэтому Получается Что остановка Ближайшая Вот автобус 121 Который Межгород Он останавливается У него Первая остановка Вот ну получается Ближайшая Это Порошино А следующая уже Головизнина То есть там Расстояние Очень большое И ходить людям До остановки По Неосвещенной Трассе Там нет ни одного Фонаря Вот мы туда Выезжали Смотрели Там нет ни одного Фонаря Там нет ни одного Знака Например Об ограничении Какой-то скорости То есть Машины Ну там Чтобы для понимания Там сначала Идет Такая Извилистая Дорожка В лесу Там машины Все-таки Немножко Притормаживают Потому что Ну не знаешь Где поворот Там все А когда они Выезжают напрямую После этого леса Они прибавляют Скорость А там уже Начинаются Вот как раз Все вот эти Вот строения И то есть До остановки Жителям приходится Ну как бы вот Как получается Если по обе стороны И дорога уходит Там вглубь От последних домов До остановки Примерно Километра Полтора Два То есть Они должны Пройти до дороги Эти полтора Два километра И еще от дороги До остановки Примерно столько же В ту и в другую сторону То есть Это очень Ну как бы Ну Накладно Тем более По времени Да И по времени И все-таки При том Что там нет освещения Это страшно Там Вот Разговаривали С местными жителями Все-таки Там бегают Ну так скажем Ничейное животное Есть Птичное животное Лисицы Там все То есть Это опасно Для здоровья Для жизни Для здоровья Этот вопрос Никак никто Не брал На рассмотрение То есть Раньше Не пытались По этому поводу Как-то договориться С администрацией Хотя бы Проблему Как-то обозначивали Перед властями Возможно Конечно У них там Целая пачка Всяких Ответов Отписок Ну Естественно Что со ссылкой На отсутствие Денежных средств Но Даже если бы Там жило Ну так скажем Не 300 человек А плюс Скажем 20 Ну Какие-то человеческие Это условия Все равно должны быть Потому что Социальной инфраструктуры На месте Нет Там нет Ни одного магазина Ни одной аптеки Ни одного Учебного заведения То есть Что дети Что пожилые люди Да и Вообще Просто взрослые люди Они ездят на работу Либо в Киров Либо в Кирово-Чапецк Но до Кирово-Чапецка Оттуда Еще дальше Там 50 километров В одну сторону То есть В день 100 километров Проезжать ребенку Это нереально Сколько Сколько детей Вы с коллегами Подсчитали Сколько детей Школьного возраста Которые в областной центр Непосредственно ездят Учиться Ну нет Такой Таким вопросом Мы не задавались Но детей Там достаточно много Потому что Семьи все Как бы Пребывают И пребывают Семьи молодые Поэтому Даже если В данной семье Нет пока Какого-то ребенка Они будут Вот мы разговаривали Когда приезжали Туда на место Мы с тремя Только многодетными Семьями Там на месте Поговорили То есть Кого-то выручают Что Есть там Возможность С кем-то Соседями Отправить Большая проблема В том Если Например Школьники Учатся В разные Смены А родители Оба на работе Провожают Соседи Провожают Там Ну какие-то По возможности Там Друзья То есть В одиночку Ходить Там реально Страшно И опасно Алена Смотрите Не знаю Правда Есть ли Такие возможности С точки зрения Законодательства Если мы говорим Об обустройстве Остановки Общественного транспорта Обязательно Или это Должен быть Остановочный павильон Или Достаточно Обозначить место Не знаю Раньше Например Бетонную плиту Помните Какие-то Междугородние Сообщения Администрация ссылается На то Чтобы сделать Остановку Нужен обязательно Остановочный комплекс Но Вот Даже в тот момент Когда мы там были С одной стороны Остановочный комплекс Есть А с другой стороны Его нет Но при этом Автобус там Останавливается Там даже Знаки никакого Нет Что там Остановка Ну то есть Это все равно Закон с законом Но человеческое Это какой-то подход Он все равно Должен быть По-любому И это не такие Большие деньги Там для Муниципалитета Чтобы сделать Хотя бы Какое-то обозначение Остановки И не мучить людей Ну надо напомнить Что это все-таки Уже не черта Областного центра Это Слободской район Это Слободской район Да Но люди Работают Учатся В Кирове Как это сейчас Вот уже Когда эта тема Начала в СМИ Мелькать Кто-то возможно Из чиновников Как-то отреагировал На эту информацию Публичной Или хотя бы В личных беседах Пока еще нет Вот ждем все-таки Какой-то реакции Положительной реакции Надеемся Что мы сможем Этим людям помочь Насколько это вообще Распространенная проблема То есть вот она касается Только деревни Суворовы Или еще есть ряд Населенных пунктов Где Это достаточно распространенная Тема К тому же Все участки Например Что касается Например Многодетных семей Все участки Которые им выдали Ну вот Ну грубо говоря Мы недавно ездили Не доезжая Радужного Господи Из памяти Та же ситуация В Акрино В Акрино Вообще полностью Поле Выдано многодетным Там тоже Чтобы дойти От какого-то Близлежащего дома До остановки Это пара километров Они точно так же Ходят через Железнодорожные пути Они ползут Через эти поля Которые заснеженные То есть вот Это касается Этот вопрос Касается Всех Так скажем Участков Которые не в центре города Которому Ну нет Там транспорта Такого Который бы Заезжал на эти поля И хотя бы Там какой-то Школьный Может быть Автобус Там еще какой-то Который забирал бы Людей Ну пусть в одном месте Но чтобы Это не было Вот такое вот Ползание По железнодорожным путям И по полям Алена Вы не знаете Вот Проводился Тоже я не знаю Какой-то анализ Или просто Эта информация Вот эти дети Они в массе своей Посещают одно Образовательное учреждение Вот насколько реально Организовать какую-то Развозку дом-школа Нет К сожалению Они посещают Не одну школу Все-таки Люди Стремятся Прописать Там у бабушек Дедушек в городе Чтобы дети Посещали Были привязаны К конкретному учреждению Да Были привязаны Именно к городским Каким-то школам Потому что там же И развивашки в городе Я еще раз повторяю Что да Относится к Слободскому району Но до Слободского Ехать 50 километров В одну сторону Ну конечно То есть получается Если не получится У ребенка Прописаться Где-то в городе То единственный Вариант учиться Это ездить в Слободской Ближайший населенный пункт Со школой в Слободской В населенном пункте В Слободском районе Который расположен Что там у нас Шихова там дальше У нас там находится Что там Столбова Там Зониха Наверное Зониха Да Все равно Вы уже понимаете Зониха Там с дополнительным Образованием Или все-таки киров То есть Ну соответственно Люди ищут Для своих детей Лучшие условия Алена Какие шаги Уже сейчас СУНФ Предпринял Или еще Планирует Предпринять В отношении Сейчас мы Написали Запрос В Министерство Транспорта И обратились В прокуратуру Ну как Как понимаете Что у нас Все-таки По закону На ответ Дается 30 дней Надеемся Конечно Что мы получим Ответ раньше Но на данный момент Вот так Спасибо большое Алена Чеснокова Председатель Ассоциации защиты Прав многодетных Семей Кировской области И сопредседателем Регионального штаба Будем ждать новостей Как развивается Эта ситуация Но для меня Вполне очевидно Как должна развиваться Эта история Нужно здесь Мыслить стратегически Наверное Все-таки Раз количество Жилых домов растет Раз территория Разрастается Давайте генплан Составлять какой-то При этом эти участки Выдают годами Это не какая-то Новая история Комплексное развитие территории Давайте будем заранее думать Владимир Смешанин Дарья Топузлиева Дневной разворот На этом завершен